ребята всем привет давайте уже начнем для начала давайте проверка связи все меня видят слышат хорошо напишите в чат все меня слышно видно хорошо так тогда сначала давайте сначала познакомимся меня зовут илья я скрипт программист компании radio mobile я занимаюсь поддержкой по скриптам я разрабатываю скрипты соответственно веду вебинары по скриптам тоже я то есть общаться мы с вами будем много и плотно контакт свои я вам дам попозже так хорошо теперь организационные моменты вообще у нас я веду два вебинара первый сегодняшний это введение в скрипты и основная работа с функциями скриптов второй вебинар это работа с драйверами также у нас еще есть вебинар по анимации на скриптах веду не я ведет мой коллега классный специалист ведет классный вебинар рекомендую посетить много полезной информации узнаете так вот мы немного отвлеклись сегодняшний вебинар у нас будет длиться два часа вебинар по скриптам тоже будет два часа в конце вебинара вы скачаете ну можете в принципе сейчас скачать файлик он приотачен к вебинару называется tasks в нем задание вам эти задания нужно выполнить результат прислать мне на почту почта указана в этом файлике задание я проверяю если все хорошо я отдаю отмашку менеджерам они подготавливают сертификат ну и дают соответственно обещанные бонусы то есть безлимитные триалки раз при покупке лицензии скидка 10 процентов 2 и вы будете конечно при желании отображаться в списке сертифицированных специалистов у нас на сайте со вторым вебинаром по драйверам то же самое также будет задание ну вебинар по анимации там вам сергей все расскажет когда вы запишетесь по срокам вообще хорошо бы в течение двух недель задание сделать и прислать мне но я понимаю ситуации бывают разные там работа семья не успеваете ничего страшного если вы опаздываете пишите мне или на почту или в skype мы там сами договоримся ну и также при любых сложностях что-то не получается есть вопросы не пишите мы с вами все рассмотрим все разберем все будет хорошо все получится так ну вот вроде с организационными моментами закончили давайте непосредственно к вебинару приступим если у вас в процессе вебинара появляются вопросы пишите их в чат у нас будет в середине вебинара перерывчик там 5-10 минут я на вопросы отвечу и в конце вебинара тоже на вопрос я отвечу вот спрашивают запись вебинара до записи вебинара и логи чата и материалы то есть презентацию там примеры проектов и прочее я вам вышлю на почту но не сегодня скорее всего или завтра или в понедельник вот так вот давайте все-таки начнем что такое иридиум скрипт иридиум скрипт это ядро я вас скрипта версии 1.5 текущая она иногда обновляется из этого ядра мы выпилили все ненужное и впилили все нужное то есть работы с вебом там нет но зато есть работа с нашими контролами и ты маме драйверами и новые события есть и прочим их с вами все разберем что вы можете делать с помощью наших скриптов смотрим на слайд вы можете управлять такими сущностями как графика то есть изменять удалять создавать графические элементы вы можете работать с звуковыми файлами которые находятся у вас в проекте запускать их останавливать запускать два потока ну и так далее вы можете разрабатывать или видоизменять как-то драйвера кастомизировать под себя и работать с токенами токены это сущность иридиум специально разработана это грубо говоря глобальные переменные которые хранят себе какое-либо значение с ними мы тоже познакомимся подробнее отдельно как я уже говорил сегодня у нас введение и работа с графикой и основными сущностями скриптов основной алгоритм следующий у вас есть интерфейс это ваш проект предположим вы на нем рисуете контрол хотите чтобы из-под скрипта были какие-то действия шаги следующие значит первое создание самого графического элемента контрола далее мы переходим скрипты и создаем слушатель это специфическая функция о ней расскажу позже и внутри слушателя мы уже начинаем перечислять список действий которые должны быть выполнены при предположим нажатии на кнопку теперь давайте познакомимся с интерфейсом вот на слайде у вас наш редактор и красным кружком не отметил кнопку которая открывает редактор скриптов причем обратите внимание многие пугаются если у вас проект не создан то редактор скриптов у вас не откроется кнопка будет нажиматься в холостую то есть первым делом мы создаем проект когда проект создан уже открываем редактор скриптов что мы видим в интерфейсе редактора скриптов интерфейс можно поделить скажем так условно на три части крайняя левая часть это управление скриптовыми модулями средняя часть это непосредственно редактор кода крайняя правая часть скрипт хелпер с ним попозже давайте начнем с модулей значит вообще модуль это группа грубо говоря файл со скриптом как вы уже поняли их может быть несколько но дело в том что несколько модулей в проекте это только формальность при компиляции то есть при загрузке проекта на панель код всех модулей объединяется в один и выполняется последовательно сверху вниз какие в этом подходе есть подводные камни я расскажу чуть-чуть попозже так вот что мы можем делать с модулями конечно мы можем их создать нажимаем зеленый плюсик видим варианты выбора событий первая кнопка new script это создать стой новый скриптовый модуль видим перед собой окошко просьба ввести имя скриптового модуля и у нас в редакторе кода отображается стандартный шаблон скрипта тут все понятно никаких лишних инструкций тут нету и они не нужны второй вариант создания модуля это добавление готового скриптового модуля который сохранен где-то у вас на жестком диске предположим пункт называется ad script from file нажимаем видим перед собой окошко проводника windows выбираем нужный файл с расширением gs код у нас открылся причем на второй вариант обратите внимание удобство в чем иногда приходится создавать какие-то библиотеки для своего удобства и каждый раз их переписывать из проектов в проект это не совсем удобно поэтому намного удобнее один раз написать скрипт скриптовый модуль сохранить его на жесткий диск и во всех последующих проектах открывать его таким способом и использовать так вот идем дальше следующая кнопка в интерфейсе это удалить скриптовый модуль тоже все понятно далее кнопки это двигать модуль по иерархии вверх или вниз тут тоже все ясно идем дальше следующая кнопка это установить пароль если вдруг вы написали скажем драйвер и не хотите чтобы код попал в чужие руки или просто чтобы кто-то в вашем коде ковырялся вы можете поставить пароль задайте пароль нажимаете ok выходите из редактора скриптов сохраняете проект и при следующем запуске проекта редактор скриптов попросит у вас вести пароль перед тем как открыть сам скрипт сам исходник идем дальше следующая кнопка это переименовать скриптовый модуль тоже все понятно далее сохранить модуль на жесткий диск отдельно тоже все ясно и последняя кнопка в разделе скриптовых модулей это скрыть или показать скрипт хелпер больше здесь ничего интересного нету в интерфейсе поэтому бежим дальше следующая часть это редактор кода тут все как обычно как в любой и дешке пишем код есть интеллектуальная подсказка вызывает с сочетанием клавиш control пробел и видим перед собой соответственно окно выбора функции события свойства ну и так далее что мы можем в редакторе кода еще сделать мы можем сохранить текущий код понятно зачем надо далее мы можем осуществлять поиск какого-то заданного слова в файле нажимаем на лупу у нас открывается панелька find вводим слово которое хотим найти и стрелочками при этом если вы заметили есть галочка show all modules если вы поставите то поиск будет происходить во всех скриптовых модулях то есть вот индикация перескочила на нижний модуль так ну тут тоже думаю все ясно бежим дальше кнопки андереда отменить изменения или восстановить то что мы только что убрали кнопка эмулятор это запуск клиента иридиум от windows тоже все ясно вот новая кнопочка и появилась с версии 2.2 зачем она нужна у многих наших пользователей появлялись проблемы как из подскрипта передавать цвет ну кто программировал тот уже знает что цвет передается в формате rgba то есть сначала два байта красный цвет потом синий зеленый и альфа канал но это многим неудобно некоторые это не знают поэтому такой инструмент разработали если нужно скажем задать цвет из подскрипта для какой-то кнопки нажимаем колор видим палитру выбираем нужный цвет нажимаем ok и у нас генерируется код и вставляется тут тоже все ясно и дальше мы видим раскрывающийся список это быстрый переход по функциям к примеру я сделаю функцию тест предположим и она у нас в списке появилась то есть можно быстро на нее перескочить тут тоже все понятно поэтому давайте перейдем к скрипт хелпер зачем он нужен понятно что то что мы добавили свои функции свои методы это приходится все учить запоминать ползать ползать по википедии искать документацию ну неудобно и многим этого неохота делать поэтому мы решили облегчить вам жизнь и сделали такую встроенную в редактор скриптов подсказку к примеру хотим мы вывести в лог что-либо но команду не помним начинаем искать по дереву нам нужен раздел iridium API далее вывод лог это всегда стандартная команда систем API это функция а не событие и вот у нас весь список функций для системных API с названием с описанием можем посмотреть почитать выбираем нужную функцию жмакаем по ней два раза у нас готовый код сгенерировался и добавился таким способом можно в принципе вручную практически ничего не писать можно пользоваться редактором скриптов составлять скрипты как в конструкторе так у нас вопрос какая у вас версия эдитора у меня 2.2 и можете уже 2.2 все скачивать активно начинать пользоваться вот с интерфейсом у нас все давайте тут мы все закроем а нет извиняюсь забыл я вам обещал рассказать про подводные камни в скриптовых модулях то есть как я уже говорил скриптовых модулей можно создать несколько но при компиляции они объединяются в один чем это вам грозит предположим в первом скриптовом модуле мы объявляем переменную назовем ее скажем тест и присвоим ей значение 5 сохраняем скрипт все хорошо второй скриптовый модуль и создаем переменную с таким же именем тест но уже это будет какая-то строка сохраняем когда мы будем загружать проект на устройство оба модуля у вас объединятся в один и получится что в нижнем модуле переменная тест просто перетрет значение переменные верхнего модуля это происходит потому что запущена одна ява машина это особенность ява скрипта с этим пока ничего не поделать поэтому старайтесь подбирать уникальные имена или использовать объекты но все равно если вы используете объекты все должны быть уникальными и сразу же по своему опыту могу сказать что уделите время для подбора имени класса или объекта потому что зачастую возникают ситуации что вы разработали проект или драйвер отдали заказчику заказчик через полгода на вас вышел просит модификацию вы открываете скрипт а там уже ничего не понятно вы все забыли прошло много времени то есть у вас уходит время чтобы вспомнить что это вообще такое и зачем оно надо потом вы вспоминаете как это что то у вас функционирует только потом меняете если вы заранее позаботитесь и будете использовать правильное форматирование кода хорошо названные переменные то вы сами себе жизнь хорошо упростите так ну вот на этом с интерфейсом все поэтому побежали уже непосредственно к функциям так сейчас секунду у нас еще есть вопрос получается при компиляции ошибки мы нигде не увидим нет ошибку вы не увидите в этом случае ошибки нет вообще то есть вам никто не запрещает сначала там первой строкой создать переменную присвоить ей значение 5 поработать с ней а потом спустя 200 строчек кода вам вдруг понадобилось взять эту же переменную изменить ее значение и уже использовать ее в другом алгоритме то есть это не ошибка это неправильная архитектура скрипта но это я так на всякий случай предупредил вас так по поводу ошибок в самом редакторе скриптов ошибку вы не увидите но если вдруг вы допустили какую-то ошибку скажем пропустили букву имени функции запускаете эмулятор и сейчас запустится клиент windows сейчас он обдумает мое предложение и запустится вот запустился вместе с клиентом есть лог файл окошко лога открывается если у вас оно не открылось то нажмите F4 если вы не хотите нажимать F4 каждый раз то в редакторе в опциях есть галочка открывать лог при старте эмулятора вот ее выставьте лог будет открываться постоянно и в логе листаем наверх и видим ошибка скрипта синтексическая ошибка в модуле в таком то строке 3 вроде как мы уже знаем где что и искать нормальный дебаггер мы собираемся делать как сделаем так будет хорошо пока пользуемся таким инструментом так давайте все таки приступим к изучению функций значит все иридиумовские команды можно условно поделить на 7 частей то есть это команды для работы с GUI с интерфейсом команды для работы со списками со звуком с драйверами с токенами системные функции основные и работа с жестами вот мы их с вами все разберем за исключением работы с драйверами и работа со списками это мы сделаем с вами на вебинаре по драйверам самая практика интересная драйвера будем писать вместе так и начнем вообще с основополагающей для иридиум функции которая называется слушатель ну простыми словами вдруг у нас есть люди которые с программированием вообще не знакомы слушатель это такой виртуальный шпион мы ему говорим следи за кнопкой такой-то если на нее кто-то нажал то делай следующее действие сама команда называется кто английский знает понятно добавить слушатель функция имеет несколько входных параметров первый параметр это тип события то есть что сделали с кнопкой нажали отжали удерживают что-то еще с ней делают понятно давайте подробно рассмотрим что мы можем сделать какие еще бывают типы событий вообще типы событий они уникальны для каждой группы API то есть для систем API они свои для GUI свои для драйверов они свои сейчас мы с вами рассматриваем для систем API события первое событие называется event start если мы его укажем то слушатель сработает и выполнит заданные действия когда приложение запускается далее следующее событие это event work слушатель будет срабатывать каждый раз ну каждую миллисекунду скажем так во время работы приложения пока приложение не закроется далее следующее событие это event exit слушатель сработает при закрытии приложения далее event orientation слушатель будет срабатывать если вы у панели меняете ориентацию то есть тут сразу же ключевое слово панель следовательно на windows это событие не работает только android или ios далее следующее событие event keyboard шоу сработает когда клавиатура открывается на этом системные события заканчиваются не пугайтесь то что их много во первых они все логичны в названии то есть со временем вы то что их запомните вы будете знать какое слово написать в том или ином случае во вторых помните что есть скрипт helper такая подсказка которая всегда с вами и интеллектуальная подсказка есть в редакторе скриптов она тоже вам сильно помогает сейчас покажу как она работает пока идем дальше с типом события мы разобрались и второй параметр это указательный элемент то есть за кем надо следить за страницей за попапом за кнопкой за драйвером за всем приложением это тоже дальше на практике я все покажу ну и третий последний параметр соответственно это какая-то анонимная функция набор команд что должно произойти в том или ином случае давайте посмотрим на практике как это все происходит все закрываем создаем новый проект открываем редактор скриптов создаем новый скриптовый модуль теперь давайте поставим себе какую-то такую абстрактную задачу чтобы интереснее было работать предположим надо вывести в консоль сообщение hello world когда ириди запустится такая банальщина но для примера очень хорошо значит первое что нужно запомнить это все иридиумовские команды начинаются с приставки ир то есть это область видимости далее нажимается точка и можем писать руками можем из списка выбрать подходящую нам функцию давайте первый раз руками напишем add list то есть добавить слушатель далее мы должны написать события то есть когда когда слушатель сработает из поставленной задачи понятно что нужно написать событие старт чтобы текст писался в консоль когда приложение запускается опять пишем ир точка и выбираем событие event start далее мы должны указать поставить указательный элемент в данном случае указателем является все приложение поэтому мы ставим нолик и последнее мы должны написать список действий пишем как функция все шаблон нас готов слушателя остается только дать команду записывать что-то в лог команда так и называется лог и внутри пишем hello world все скрипт готов сохраняем запускаем в эмуляторе так эмулятор обдумывает мое предложение запустилась и как видите последняя строка это вот как раз таки hello world то есть у нас все получилось так у нас вопрос ноль все приложение какие еще есть типы какие еще есть типы я расскажу позже всему свое время так идем дальше теперь для примера изменим нашу задачу мы хотим чтобы строка hello world писалась в лог постоянно до тех пор пока приложение не закроется то есть вместо события event start нам нужно написать события event work сохраняем запускаем смотрим и как видите строка пишется постоянно пока я приложение не закрою вот в принципе вот это вот то что сейчас у нас написано это вся логика и риде такая базовая у нас есть какой-то интерфейс мы создаем слушатель прикрепляем его к тому или иному элементу интерфейса и скриптом пишем что надо сделать это вот базовая логика ничего больше делать и не надо так теперь пойдем дальше секунду у нас вопрос а цикл какой цикл имеется ввиду по ворку как часто пишется сообщение ну по идее каждую миллисекунду но так как стандартный javascript однопотоковый то как только поток освобождается от предыдущего от предыдущей команды сразу же срабатывает вторая команда для циклов для циклов и прочих таймеров я вам потом покажу команды так бежим дальше а вот как раз таки мы к таймерам и пришли как я вам только что показывал цикл ворк ой событие ворк циклично делает определенные действия я бы вам порекомендовал осторожно использовать это событие потому что есть вероятность что при неправильном использовании скрипта это событие съест на устройство всю память и клиент у вас просто упадет если вы хотите снять если вы хотите циклично выполнять какие-то действия или запускать функцию с задержкой для этого у нас есть два таймера то есть первый таймер это команда setTimeout он выполняет заданную функцию с определенным интервалом то есть на практике попозже расскажу второй таймер называется setInterval вот он как раз таки циклично запускает указанную функцию до тех пор пока приложение не закроется или вы таймер не удалите давайте посмотрим как это работает предположим мы хотим нашу строку hello world писать не сразу как приложение запустилось а спустя там предположим пять секунд что мы для этого делаем первым делом пишем функцию назовем ее таймер в теле нашей функции мы должны указать инструкцию то есть что должно происходить копируем нашу команду log далее мы создаем слушатель по старту и внутри слушателя мы просто активируем таймер по условию задачи нам надо спустя пять секунд после старта приложения отобразить строку и после этого ничего больше делать не надо то есть таймер должен удалиться поэтому используем команду setTimeout первым параметром мы должны указать задержку то есть спустя какое время наша функция запустится задержка указывается в миллисекундах одна секунда тысячи миллисекунд то есть в нашем примере мы должны написать пять тысяч вторым параметром мы указываем саму функцию которую надо запустить сохраняем скрипт запускаем эмулятор ждем ждем и вот на тайминге вы можете посмотреть что вот у нас запустилось приложение и спустя пять секунд у нас появилась наша строка то есть тут я думаю тоже все понятно пойдем дальше опять изменяем нашу функцию наш скрипт я хочу чтобы строка писалась в лог каждые пять секунд для этого мы используем таймер set set интервал называется принцип тот же то есть указываем задержку указываем мимо функции которая должна запуститься сохраняем запускаем задержку надо было поменьше поставить для наглядности но как мы видим у нас запустилось приложение спустя пять секунд первый раз строка написалась еще спустя пять секунд вторая строка и так и будет происходить до тех пор пока приложение не закроется или пока мы вручную таймер не удалим так давайте вопросы посмотрим что то вы мне тут писали я так понял можно создавать несколько листинеров на одно и то же событие ну да можно и так делать то есть игру слушатель это ну или листинер это просто функция которая в определенный момент выполняет свое значение то есть вы можете несколько функций указывать так идем дальше а дальше все так возвращаемся к нашим таймерам так как создавать таймер вы уже поняли научились вот вместо события work лучше использовать таймеры это и по памяти лучше и с точки зрения читабельности и архитектуры намного намного более правильное решение идем дальше как я говорил таймеры можно удалять для чего это надо предположим заказчик ставит нам следующую задачу у него есть там умный дом умный коттедж и если температура выше 30 градусов то нужно запускать там систему полива газона а если температура ниже 30 градусов то эту систему нужно выключать и для этого нам нужен скрипт то есть мы что делаем мы по таймеру предположим каждую секунду проверяем температуру если температура выше 30 градусов то включаем полив ниже 30 мы полив выключаем но заказчик дал следующее условие что зимой такая логика должна быть выключена то есть в данном случае если лето осень весна то скрипт работает если зима то таймеры должны останавливаться до того момента пока не наступит там 1 мая предположим как это можно сделать как мы сейчас видим у нас есть функция таймер которая печатает строку в консоль и есть интервал который каждые 5 секунд запускает нашу функцию давайте вместо 5 секунд поставим одну секунду долго ждать теперь давайте задачу немного модифицируем нужно сделать так когда приложение запустилось первые там пять раз должен таймер отработать но на шестой секунде таймер должен удалиться такая тоже интересная задача как мы это делаем пишем еще одну функцию называем ее стоп таймер внутри этой функции мы должны наш таймер удалять как это делается когда вы запускаете функцию setInterval функция возвращает вам адрес в памяти где этот таймер находится соответственно мы можем этот адрес записать в переменную и потом передавать его в команду на удаление таймера как это на практике делается создаем переменную там таймер ID при создании таймера мы этой переменной присваиваем ячейку памяти где где этот таймер будет располагаться а внутри нашей функции стоп таймер мы будем этот таймер удалять по указателю вводим команду вводим команду clearInterval называется и внутрь параметром передаем наш таймер ID то есть что у нас сейчас происходит когда запускается приложение у нас срабатывает слушатель по старту внутри у нас стартует таймер интервал и область памяти он записывает переменную таймер теперь нам нужно написать инструкцию что спустя там 6 секунд таймер нужно удалить что мы делаем мы опять же запускаем еще один таймер только уже называется он setTimeout первым параметром будет 6 секунд вторым параметром мы вызовем нашу функцию стоп таймер сохраняем скрипт запускаем смотрим что получилось 1 2 3 4 5 у нас сработало 5 таймеров на 6 секунде таймер удалился то есть работа с таймерами их запуск и удаление делается следующим образом я думаю тоже не очень сложно а кто я вас крипт учил до этого тот вообще с этой с этими командами знаком там они аналогичны так смотрим вопросы вы когда от микрофона далеко оттягиваетесь вас слышно плохо давайте придвинусь поближе так идем дальше странная слышимость отличная задержки ну задержки да динамики ну это больше не вопросы так что давайте продолжать идем дальше так же как таймеры мы можем удалять слушатели для чего это надо предположим у нас есть проект умного дома и у заказчика такое условие когда проект попадает на панель ну на айпад предположим скрипт начинает проверять хвайт айпада если хвайт в списке администраторов то там кнопка остановки там котла должна работать но если хвайда вообще нету в списке или это хвайт гостевой то кнопка там остановить котел должна быть неактивна это можно сделать несколькими способами можно сделать кнопку остановить котел вообще невидимой но тогда это с эстетической стороны будет не очень красиво то есть у вас в интерфейсе будет там пустое место нужно его чем-то занимать в динамике двигать картинки ну мне этот вариант не очень нравится намного проще сделать скажем эту кнопку серой в динамике и другим цветом закрасить и убрать с нее слушатель то есть сколько бы пользователь в нее не тыкал ничего не произойдет это как раз таки делается с помощью команды remove list как она используется вы пишете саму команду remove list и у нас есть входные параметры входные параметры аналогичные как и у команды добавить слушатель то есть сначала мы указываем тип события потом указательный элемент далее имя функции как это работает вы говорите иридию вы говорите скриптам удалить слушатель с вот этого элемента с события скажем нажатия и с вот этой вот функции то есть тут все понятно на практике пока показывать я ее не буду потому что мы еще не так хорошо скрипты знаем то есть показывать просто не на чем сделаю это попозже другая очень другое полезное применение этой функции в том что вы с помощью нее можете не перегружать проект скажем запуском драйверов что я хочу сказать у нас предположим в проекте в умном доме есть четыре медиасервера все медиасервера распиханы по разным комнатам но когда вы запускаете проект на айпаде у вас автоматически драйвера подключаются к устройству то есть вы понимаете что в данном случае нагрузка на сеть возрастает что можно сделать можно проверять на какой странице находится пользователь и если на этой странице нет управления скажем медиасервером в комнате 1 то можно просто и сам драйвер отключить от устройства и все функции с кнопок с помощью remove listener убрать то есть со стороны ресурсов это будет правильный вариант но когда мы до драйверов дойдем там подробнее на этом остановимся так бежим дальше вот на слайде мы видим функцию которую мы уже знаем log вывод какой-то информации в консоль мы можем выводить как строку так и значение определенной переменной ну я думаю или с этой функцией или с аналогами все знакомы поэтому не будем тратить время на нее на ней останавливаться что время у нас поджимает информации для изучения очень много так бежим дальше какие еще команды есть в системапе то есть в основных функциях это команда er exit она закрывает приложение ну практической ценности лично я пока не вижу но вдруг кому понадобится далее следующая команда это er execute такая очень прикольная команда она всем нравится она может запускать какие-то сторонние приложения или внешние программы по их имени то есть как она работает это это все давайте удалим предположим я такая дебильная задача как только запускается иридий я хочу запустить калькулятор вот так внезапно захотелось я создаю слушатель по старту внутри указываю команду execute и в директории windows наверное вы знаете калькулятор называется ну файл калькулятора экзешник называется calc сохраняем проект запускаем смотрим что получилось запустился иридий запустился калькулятор прикольно для чего оно надо во первых это прикольная штука в плане маркетинга то есть в ваших проектах вы можете где-то там сверху или снизу в уголку добавить ваш логотип и когда пользователь на логотип нажимает у вас будет открываться браузер с вашим сайтом это первое применение которым в основном все пользуются второе применение вы можете с помощью данной команды открыть или там набор телефона телефонного номера или открыть там почту любое стороннее приложение то есть команду запомните она вам точно пригодится так зачем скрипт это через макрос проще сделать это у нас вопрос да это можно сделать через макрос но скрипт гибкий то есть здесь вы можете прикрутить определенную логику скажем в одном случае запускать один сайт в другом случае запускать другой сайт и так далее если вы хотите сайт набрать то вводите там www iridium mobile.ru ну вот к примеру вы можете написать один скрипт для определения локализации проекта если у вас проект на английском то открывается английская версия вашего сайта если на русском то русская на крутость идей не претендую придумал только что но в принципе скрипты они получаются более гибкие и проекты получаются динамичнее то есть если мы сейчас запустим скрипт то по идее откроется наш сайт в браузере вот браузер открылся браузер у меня очень тугой он сейчас подумает и может вскоре откроет но смысл вы поняли закроем все это так стоит только продумать логику а идея с языком вот ну логика бывает разная и случаи бывают разные то есть я со скриптами работаю уже ну года четыре наверное точно с ними работаю и столько уже проектов разных повидал заказчики порой ухля такие жуткие идеи странные что скрипты очень спасают так но мы опять отвлеклись поэтому идем дальше следующая команда show keyboard команда показать клавиатуру ну то есть понятно что работает тоже только под мобильные устройства айфон айпад андроиды под windows не работает в чем суть если вы не хотите создавать свою клавиатуру со своим дизайном для вашего проекта хотите стандартную использовать то или через макросы или в скриптах кому как удобнее пишите команду show keyboard и передаете значение значение это идентификатор клавиатуры на айосе андроид по-разному более конкретно какая клавиатура чему соответствует у нас на википедии можно почитать но суть в том что скажем передаете нолик у вас открывается стандартная клавиатура открывается единица пишите единицу открывается там численная клавиатура смысл ну скажем вы хотите сделать окно с вводом пароля соответственно когда появляется окно хочется сразу же открыть клавиатуру то есть команда show keyboard спасает бежим дальше бежим дальше на этом у нас систем API все теперь давайте посмотрим GUI API то есть GUI API это набор команд событий слушателей для работы с графикой с item что мы можем сделать мы можем создать элемент удалить элемент изменить какие-то свойства элемента создать слушателей привязать его к этому элементу чтобы что-то сделать также мы можем с помощью этих API открыть или закрыть страницу или попап давайте подробнее посмотрим первая функция которую мы разберем это функция создания графического элемента называется она create item то есть вы можете в динамике из-под скрипта создавать кнопки левелы списки короче любые элементы как оно создается в нужном месте в логике вы пишете create item команду и указываете следующие входные параметры значит первый параметр это тип элементов то есть какие они бывают это пейджи попапы кнопки триггеры левелы короче вот все что доступно в редакторе вот здесь вот рисуем элемент вот то что в поле тип доступно это все вы можете создать из-под скрипта далее второй параметр это имя элемента ну то есть тоже понятно на ваше усмотрение на лучшее если будет что-нибудь адекватное далее вы должны указать координаты x и y расположение элемента ну и дальше ширина и высота ну по своему опыту знаю что все эти разговоры очень плохо запоминаются и практически не откладываются поэтому давайте писать код как в комментариях написали так стартуем задача следующая у нас есть приложение в приложении нету кнопки а я хочу чтобы в приложении была кнопка поэтому мы создаем слушатель по старту и внутри пишем er create item русский создать элемент первый параметр это тип элемента предположим это будет у нас кнопочка второй параметр это имя элемента пусть будет тест нет далее координата x предположим 100 координата y тоже 100 ширина пусть будет 200 а высота пусть будет 300 так тоже из головы взятая сохраняем запускаем проверяем вот в редакторе элемента нет а в клиенте элемент есть да как вы видите он не кликабельный какой-то страшный черный прямоугольник непонятный то есть дальнейшие действия мы к нему обращаемся и начинаем изменять его свойства писать ему какую-то логику ну как пример команда работает так так секунду еще на вопросы ответим так два качаем будет ли запись вебика да будет вышлю завтра или в понедельник вам на почту пришлю так бежим дальше дальше мы создали нашу кнопочку мы хотим изменить ей какое-нибудь значение как мы это сможем сделать для этого у нас существует команда называется get item то есть получить элемент внутри входным параметром мы должны указать имя этого элемента но для корректного использования нужно писать каскадный синтаксис скорее всего вы не поняли о чем я сейчас сказал поэтому я лучше вам покажу значит смотрите когда у нас есть кнопка созданная из подскрипта то намного логичнее сделать вот так вот то есть мы приравняли эту кнопку переменной и дальше мы уже можем ей таким вот макаром какое-то свойство изменить то есть это неинтересно поэтому давайте кнопку динамическую удалим а нарисуем кнопочку в ГУИ вот у нас есть синяя кнопка без текста а мы хотим к ней текст привязать что в данном случае нужно что такое каскадный синтаксис сначала мы должны обратиться к странице или по папу на каком кнопка лежит а только после этого мы уже обращаемся к самой кнопке то есть смотрим кнопка имеет имя item1 лежит на странице с именем page1 то есть сначала мы пишем er getItem page1 ставим точку пишем еще раз getItem указываем item1 далее нажимаем точку и уже видим перед собой выбор свойств выбираем скажем текст и вводим сам текст уже проверим все ли у нас получилось да все получилось вот на кнопке появился текст причем у некоторых сразу же в голове такие мысли появляются блин а если большой проект в котором 100 страниц 200 попапов и на каждой странице еще там 500 итемов это же неудобно все запоминать и прочее поэтому показываю как лучше всего делать если вам не сильно лениво писать код то вы пишите команду getItem когда и находясь внутри команды нажимаете control пробел то есть вызываете интеллектуальную подсказку сразу же видите перед собой список всех страниц и всех итемов выбираете page далее опять вводите getItem опять нажимаете control пробел выбираете item и опять нажимаете точку выбираете текст присваиваете значение то есть уже проще второй вариант если вам совсем лениво писать код мы обращаемся к скрипт хелперу видим раздел GUI заходим в него в нем видим раздел страниц заходим в него там видим раздел страница 1 в ней мы видим наш item item 1 и у него есть свойство текст выбираем два раза жмакаем код сам у нас сгенерировался подставился ничего запоминать не надо написали текст все работает но это уже от уровня вашей ленивости зависит какой вариант использовать так теперь пойдем дальше давайте познакомимся с командой get state скорее всего вы уже знаете что в риде у каждого элемента графического есть несколько состояний минимум два ненажатое состояние и нажатое состояние соответственно для каждого состояния есть свой набор свойств то есть альфа канал прозрачность шрифт и прочее 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 ясное дело хочется изменять его из подскрипта в данном случае нам поможет команда get state и соответственно вы должны также каскадно ее использовать то есть на нашей кнопке я хочу изменить прозрачность на втором state что я делаю я обратился к кнопочке item1 далее я пишу команду get state и указываю номер стейта и уже сейчас я могу обратиться к свойству opacity прозрачность и выставить какое-то значение сохраняем запускаем первый стейт у нас непрозрачный второй уже стал прозрачным вам не знаю видно не видно у меня все видно многие из вас заметили что вроде как я на втором стейте изменяю значение опишу первый стейт дело в том что как и во всех приличных языках программирования в риде нумерация начинается с нуля ну вот соответственно если мы хотим изменить состояние первого стейта тут указываем ноль сохраняем запускаем первое состояние полупрозрачное второе прозрачное тут я думаю все понятно и тоже вот этот алгоритм обращения изменения свойств он универсальный для всех контролов фриде элементов его запомнить и все дальше уже только им можете пользоваться так бежим дальше следующее что мы можем сделать мы хотим удалить элемент о чем я говорил с примером об остановке газового оборудования котла то есть можно сделать кнопку невидимой можно и вообще удалить как это делается для этого используется команда delete item удалить элемент причем внутрь давайте напишем предположим я хочу вот нашу кнопочку которая у нас в проекте есть я хочу ее удалить что я для этого делаю пишу слушатели по старту delete item и далее начинаю к ней обращаться с помощью каскадного синтаксиса сохраняем запускаем кнопки нет вообще функционал iridium скрипта большой и ну вот сколько я работаю он ограничивается вашей фантазии практически все вы можете написать какие еще есть функции методы или методы для работы с нашим первое что мы можем сделать мы можем почитать количество страниц иногда тоже надо для этого используется команда pages count ну пример приводить не буду так все понятно я напишу pages count выведу влог он напишет у меня одна страница также есть команда попап скаунт аналогично но только для попапов есть функция получения текущей открытой страницы называется current page команда нужная с ней мы подробнее познакомимся сегодня но в конце нашего вебинара она там в тему у нас будет и также мы можем открыть попап открыть страницу закрыть страницу закрыть все попапы или закрыть какой-то один попап то есть функции такие простые не будем на них останавливаться вы и так сходу разберетесь как они работают так теперь переходим к самому интересному какие есть события для слушателей в разделе GUI API значит первое и основное событие это нажатие на control то есть сделай что-то если пользователь ткнул пальчиком в эту кнопочку событие называется event item press то есть тоже логично понятно событие нажатие на элемент следующее событие это event item release слушатель активируется когда пользователь отпустит элемент то есть уберет с него палец следующее событие это event item change активация произойдет при изменении элемента edit box ну скажем поле с вводом пароля теперь далее смотрите у нас есть событие event mouse down слушатель будет активен если пользователь нажал на элементе мышкой то есть на тачскрине это событие не работает следовательно мы можем как сделать универсальный слушатель то есть вне зависимости нажали на элемент на компьютере или на планшете делая одно и то же или разделить зачем нужно разделение вообще иридий на компьютере используется для отладки то есть вы можете сразу же в проект вкрутить такой отладочный инструмент если он запущен на планшете то использую событие тачдаун дальше про него расскажу соответственно иридий выполняет обычные действия включает свет поливает газон и так далее но если приложение запущено на компе то срабатывает событие mouse down и помимо всех обычных действий еще скажем ведется логирование то есть что происходит в системе для более быстрого поиска ошибки или какой-то неисправности причем это используется на одном из объектов наших то есть это реально удобно и практично так мы опять отвлеклись следующее событие это mouse up то есть событие когда мышкой кнопку мыши отпустили с элемента тоже все понятно дальше очень веселое событие mouse move то есть что это такое когда пользователь мышкой нажал на элемент еще и после этого мышкой подергал на первый взгляд событие смешное но это используется для вывода какого-то системного меню так идем дальше дальше у нас набор событий то же самое только с приставкой touch то есть для тачскрина touch down touch up touch move следующее событие это item show то есть слушатель сработает если открылась страница или попап как раз о чем я до этого вам пример приводил если пользователь открывает страницу с управлением медиасервером то нужно используя данные события по-быстрому подключить драйвера ко всем устройствам не нужно и отключить и следующее событие это event item height соответственно слушатель сработает если закрыли страницу или попап так событиями на этом все давайте на примере что-нибудь сделаем к примеру у нас есть кнопочка я хочу по нажатию на кнопку что-то влог выводить какой-то текст что я делаю так же записываю слушатель стандартная команда Adlistener дальше первым параметром я указываю события предположим мне нужно нажатие str even item press второй параметр как вы наверное помните это указательный элемент в случае со всем приложением то есть start work exit и так далее мы писали 0 в случае с контролом конкретным мы должны написать указатель на control сделается это с помощью команд get item которые мы с вами уже знаем все указатель мы получили далее нам нужно написать функцию тут уже все по стандарту как нам уже запомнилось служебное слово function и внутри мы влог выведем там что-нибудь запускаем клиент смотрим в логе ничего нет нажимаем на кнопку у нас появляется при этом чтобы понять отличия давайте слушатель скопируем и второй сделаем на событие релиз то есть на отпускание если мы нажимаем то в лог будет писаться пресс если мы отпускаем элемент то будет в лог писаться релиз сохраняем запускаем клиент вот смотрите вот я зажимаю кнопку пресс написалось а релиз нет кнопку отпускаю пишется релиз то есть тут тоже я думаю все понятно и вот по такому принципу работают все слушатели для гуи то есть в принципе все тоже однотипно главное нужные события указывать ну их можно не запоминать а посмотреть в интеллектуальной подсказке или в хелпере так давайте прежде чем дальше пойти устроим себе маленький перерывчик то есть отдохнем минут пять у меня челюсть отдохнет она у меня уже отваливается а через пять минут я отвечу на ваши вопросы и мы продолжим хорошо давайте пять минут отдыхаем устроим отец и вы устроим что это вы ли вы дает что вы не вы Продолжение следует... 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 Ну вот, будем считать, что 28 человек отписалось. Так, давайте на вопросы отвечу. Вопросы, вопросы. Так. Так, что-то много накопилось. Ага, ну вот, нашел. Можно ли привязывать к КСС стиле? Нет, нельзя. Это веб-функция. Как я говорил, все, что с вебом, мы отрезали. Далее. Тип переменной явно не надо указывать. Нет, если вы знаете JavaScript, то вы знаете, что переменные все нетипизированные. То есть, в одном случае у вас одна переменная может быть числовая, а в другом уже строковая. Для JavaScript это нормально. Вообще, если вы хотите ну так, свободно пользоваться Iridium Script, то основы JavaScript, конечно, хорошо бы подучить, подтянуть. Рекомендую ресурс Codecademy называется. Там в таком, в такой интерактивной игровой форме прикольно можно базовый JavaScript выучить. Так, бежим дальше. Когда ставить кавычки, а когда апострофы? В JavaScript без разницы, что удобнее. Так, идем еще дальше. Написано другое. Про маус ап. В презентации, наверное, вы имеете в виду. Ну, да, вы правы. Дело в том, что у нас 2.0 недавно вышел, и документация сейчас меняется. Вот поэтому лучше слушать меня. И в случае каких-то вопросов, если вдруг с Википедией не получается, то пишите мне в Skype, мы там вместе разберемся. В ближайшие дни мы документацию обновим. Так, идем еще дальше. Если указать не конкретный item, а ноль, на нажатии будет реагировать вся площадь приложения. Тогда у вас будет, скорее всего, ошибка. Не знаю, я так не делал. Можно попробовать. Давайте. Давайте, давайте. Так, вот вместо этого мы пишем ноль. Сохраняем, запускаем, смотрим, что получилось. Так, что-то он задумался. Короче, а нет, нет, работает. Работает. Давайте проверим. Ошибок нету. Нажимаем на элемент. А, тогда у вас вообще нажатие не будет обрабатываться, потому что Ириди не может понять нажатие чего. То есть, нажатие всего приложения в логику не укладывается. Тут нужно конкретно указывать, на что мы хотим нажать. Так, идем дальше. Мало народа. Ну да, записалось 57 человек. Присутствует 27. Что-то где-то все не хотят скрипты учить. Но это зря. Идем дальше. Был пример про полив. Можно ли с помощью Иридия получать от оборудования данные, проводить вычисления, сравнивать с условиями и устанавливать время полива. Передавать его оборудованию, например, больше 30 градусов, датчик влажности почвы менее 20 градусов, датчик ветра менее 5 метров в секунду, значит поливаем 1 час. Да, это можно сделать, это реально сделать. Тут только вопрос в том, что есть ли драйвер для определенного оборудования климатического. Если драйвера нет, то придется писать его вручную. В принципе, дурное дело не хитрое, но если вы новичок, то какое-то время вы сможете, вы потратите на это. Так, в принципе, это да, это реально. Во-вторых, тут как получается, логика и скрипт функционируют, пока запущены Иридий. То есть, если все жильцы в доме из дома ушли, скажем, семейная прогулка у них, ни одного запущенного Иридия нету. Соответственно, логика не обрабатывается и полив не произойдет. Для решения таких вопросов мы сейчас всей компанией вместе делаем сервер. Мы его выпустим, он будет в виде модуль на один рейку. Вот это уже будет, да, это уже будет хорошее решение для таких вопросов. То есть, у вас есть в доме стойка с оборудованием, в стойке стоит наш сервер, на сервере крутятся скрипты со сценариями, с расписанием, с логикой. Вот. А на клиенте это делать, ну, неоднозначно. Ладно, идем дальше. Так, а дальше у нас тут все говорят, что пришли. Ой. Ага, вот нашел вопрос. Переменную между клиентами, переменные между клиентами можно передавать или как хранить общие переменные для всех клиентов, не имея единого центра? Ну, пока простым способом это сделать не получится. А вот, когда мы сервер выпустим, это будет уже сделать просто. Но, как вариант, в принципе, сейчас вы можете поднять на Ириде такой виртуальный сервер, скажем так. как это делается тоже в разделе драйверов расскажу. И там уже они смогут информацией обмениваться. Но, все-таки, для таких тяжелых случаев я бы рекомендовал дождаться выхода сервера. Так, обещали, что сервер будет-будет. Давайте сервер дадим. Как сделаем? Во Франкфурде уже показывали. Во Франкфурде мы показывали прототип. как только нормальную релизную версию сделаем, так сразу выкатим. Когда планируется выпуск сервера? Не знаю. Я программист. Можете у наших менеджеров спросить. Можно сделать активными нажатию разные участки картинки? Можно? Я говорю только фантазия нужна. Как вариант вы можете на странице фоном поставить картинку. Есть у меня картинки? Сейчас посмотрим. Так, вот у меня картинок-то нормальных походу и нет. А нет, вот есть бэкграунд. бэкграунд. Вот у нас есть картинка. Для страницы мы выставляем как бэкграунд. Это тоже я сейчас покажу решение, которое не претендует на супер такую штуку. Но в принципе сходу что я придумал это работает. Берем контрол, выставляем в нужный диапазон и прозрачность ему в ноль. Далее уже по нажатию на контрол начинаем писать какую-то логику. Создаем второй контрол, вставим в другое место, он тоже прозрачный. Опять начинаем писать какую-то логику. Можно так. Круг или многогранник нет, так сейчас не получится. Пока только с прямоугольниками и квадратиками. вот так ладно давайте продолжим то времени у нас осталось совсем мало. Так это мы потом я вам расскажу на драйверах а вот переходим к звуку. Значит в ваш проект вы можете добавлять звуковые файлы в mp3 битрейт и там все стандартные доступны. Для чего вам звуки? Ну если уж совсем извратиться то можно поставить на бэкграунд какую-то музыку. Ну во всяком случае для презентации вау эффект такой это создаст. Во вторых это конечно же алармы. То есть произошла какая-то утечка газа протечка воды сработала сигнализация на айфон ее картинку мало показать говорящую о том что что-то пошло не так хорошо бы еще какой-то звук чтоб был. Вот для этого есть soundtabi. Первая команда которую мы разберем это play sound то есть воспроизвести звук. У нее есть следующие входные параметры. Первый параметр это имя самого файла который нужно воспроизвести. Второй звуковой параметр это номер слота и третий это volume. Как оно работает? Давайте я вам покажу. Открываем проект убрать всю нашу красоту. Открываем галерею. В галерее у нас есть раздел sounds звуки. Так вот есть заблуждение что все эти звуки мы сразу же можем использовать. это не так. Эти звуки по умолчанию доступны. То есть вы можете взять звук и перетащить его в ваш проект. Появляется сообщение что действительно ли вы решили этот звук использовать в вашем проекте. Вы говорите да. Накидываем несколько звуковых файлов. Сюда вы можете свои звуковые файлы добавлять и так далее. Далее открываем скрипты и вот вдруг при нажатии на кнопку спорченное нажатие на кнопку давайте сделаем нормальным. При нажатии на кнопку мы хотим наш звук воспроизвести. Пишем команду play sound воспроизвести звук. А теперь вопрос на засыпку. Кто запомнил хоть одно название звукового файла которое я добавлял в проект. А кто запомнил больше одного. Так вот с этим париться тоже не надо. Внутри команды play sound нажимаем control пробел у нас открывается подсказка интеллектуальная с всеми звуками. Выбираем нажимаем enter вот он нас добавился. Вот да правильно пишут что можно вызвать подсказку но это уж я так вас хотел подловить вдруг получится. Далее второй параметр это номер слота. Для чего оно надо? Можно в параллель запускать несколько звуковых файлов воспроизведения. К примеру у вас есть на бэкграунде красивая классическая музыка и вы решили еще аларм запустить. Тогда мы музыку пускаем в первом слоте а аларм потом пусть и во втором слоте. Тогда они у вас будут параллельно проигрываться. или наоборот мы хотим чтобы если уже какая-то музыка играет мы хотим ее остановить и включить другую. То мы можем в один слот их пускать. У нас есть первый звуковой файл в одном слоте и второй звуковой файл мы запускаем в том же градусто как обычно. При этом тут есть такая приятная плюшка что второй и третий параметр вы можете вообще не париться и не указывать. Тогда они будут выставлены по умолчанию. Слот будет 0 а уровень громкости будет 100. В принципе можете заморочиться и там 75. Ну тут думаю тоже все понятно. Останавливаться на этом не будем. Далее следующая команда это stop sound то есть остановить воспроизведение звука звукового файла внутрь мы передаем имя этого самого файла. Тоже все понятно. Далее следующая интересная команда stop слот то есть мы останавливаем воспроизведение звукового файла именно в заданном слоте. Это нужно для того что мы не всегда знаем какой файл проигрывается в данный момент и смысл заморачиваться что-то логировать и отслеживать если просто можно грохнуть весь слот. Это тоже логично я думаю. И последняя команда stop all sounds остановить все звуки во всех слотах чтобы было тихо и хорошо. Вот со звуками все весь функционал больше ничего не надо поэтому бежим дальше. Дальше у нас идет работа с жестами. То есть как вы знаете на iOS на Android вы можете завязать на выполнение того или иного жеста определенный функционал. Для чего оно нам вообще надо? Ну во-первых это здорово когда мы говорим скажем о мультимедиа то есть не всем удобно смотреть там какой-нибудь фильм мы хотим его громкость сделать повыше приходится отводить взгляд от монитора смотреть там в телефон искать кнопку прибавить громкость или там уровень нажимать там в фильме что-нибудь прошло нехорошо намного круче если мы по странице сделаем свайп пальцем вверх и громкость у вас прибавляется делаем свайп вниз громкость убавляется влево право можно переключение забиндить также можно сделать ну скажем яркость освещения пальцем вверх свайпим нас ярко вниз не так ярко вот как мы можем использовать жесты так сейчас у нас есть какой-то вопрос давайте на него быстренько отвечу отчего треск при быстром запуске одного и того же звукового файла как с этим бороться так вот давайте вы мне в скайп напишите завтра и там мы уже с вами посмотрим где какой треск и так далее я так не могу сказать я вам сейчас напишу мой скайп в чат вот добавляйтесь так звук пропал звук есть раз 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 два да звук вроде есть значит что там сглючило ну так вот свой скайп я написал в чате добавляйтесь будут вопросы пишите всегда помогу так вот вернется вернемся к жестам для того чтобы использовать жест в проекте его надо зарегистрировать для этого существует команда addrecognizer и внутри мы указываем тип жеста если вдруг мы захотели жест удалить из проекта мы используем команду removerecognizer ну и указываем тип жеста тут тоже все понятно далее у нас для слушателя есть события извиняюсь события gesture begin то есть события что жест сработал алгоритм следующий в начале там скажем ну к примеру при старте приложения мы регистрируем в проекте там нужный нам жест вверх вниз слева вправо если нам при определенных условиях этот жест не нужен мы его удаляем а далее уже в отдельном слушателе мы пишем для них обработчик то есть слушатель к слушателю попозже немного мы вернемся так вот какие бывают типы жестов жест свайп лефт это жест влево вообще все жесты начинаются со слов жест свайп то есть чтобы не запоминать длинные страшные названия намного проще написать жест историю и в подсказке мы сразу же видим все эти жесты так вот что мы все-таки можем сделать мы можем сделать жест влево вправо ну смахивание смахивание вверх вниз сжатие разжатие то есть как на фотографиях долгое нажатие и двойное нажатие вот весь функционал но больше оно и не надо вот давайте подробнее посмотрим как можно писать обработчик я сейчас слайд увеличу немножко чтобы было лучше видно то есть мы по старту проекта регистрируем в системе жесты скажем вверх вниз влево и вправо далее мы запускаем точнее вписываем команду AdListiner с событием EventGest to Rebegin то есть событие с начала жеста свайпа далее мы должны как вы помните во всех слушателях написать указатель на элемент или на страницу в данном случае так вот тут есть два пути предположим мы хотим чтобы если мы находимся там в комнате в которой есть медиасервер то тогда на жесты нам надо повесить управление нашим медиасервером тогда вот мы вторым параметром указываем указатель на страницу страница скажем так и называется медиасервер и внутри уже описываем эти события но если вдруг мы находимся в комнате в которой есть там смещение то мы создаем еще один слушатель привязываем его к странице с освещением и уже пишем обработку что если произошел жест вверх то нужно яркость у диммера повысить но есть другой случай когда для всех страниц жесты должны работать одинаково то есть первое что в голову приходит это для каждой страницы написать отдельный слушатель но это было бы садизмом с нашей стороны поэтому вторым параметром вы можете указать функцию current page то есть получение текущей страницы и тогда этот слушатель будет работать одинаково для всех страниц для любой далее третий параметр это служебное слово функция внутри которой передаются входные параметры их три первый параметр это тип жеста который сработал дальше передается x и y то есть координаты начала жеста где было нажатие как внутри делать обработку это уже ваш выбор ваше решение но я вот на слайде не стал особо заморачиваться и выбрал самый по моему оптимальный вариант я использую стандартную конструкцию switch и проверяю что если сработал жест влево то там на кнопке нужно написать что это влево если сработал жест вправо то пишем вправо если вверх то вверх вниз вниз все просто ну вы конечно можете там и фэлс обычно использовать в принципе все что захотите вот на этом с нашей презентации сегодня с нашим вебинаром все пишите ваши вопросы кто что недопонял я понимаю что много очень информации на вас вывалил и надо с мыслями собраться поэтому в случае чего не стесняйтесь пишите мне в skype пишите на почту почта указана в файле пишите с заданиями вот записывайтесь на вебинар по драйверам там тоже будет интересно там мы с вами все вместе будем писать два драйвера первый драйвер это для погодного сервиса Yahoo то есть научимся с HTTP работать а второй драйвер для медиасервера XBMC то есть там протокол TCP IP идет вот так же записывайтесь на вебинар по анимации тоже здорово так вот вроде вопросы пошли так жесты работают только на тачах да жесты работают только на тачах идем дальше как запросить из скрипта значения переменной хранящейся в AMX ну это уже драйвер с драйверами будем общаться в другом вебинаре нет не сложно я могу рассказать что в скрипте вам нужно обратиться к драйверу с помощью команды get device скажем AMX далее использовать команду get feedback и внутри команды get feedback указать имя фидбэка с которого вы хотите информацию содрать скажем гиммер ну если вас такой ответ устроит то пользуйтесь а так на вебинаре я вам подробно расскажу что такое get device get feedback как это все получать как отслеживать как несколько устройств друг с другом связывать ну и так далее так еще вопросы 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 возник вопрос по работе с бакнет IP это в скайп ссылка на запись вебинара это я вам завтра постараюсь выслать всем на почту далее дайте ссылку где подучить можно яму базовую вот открываем гугл сейчас он у меня откроется в моем тугом браузере и я покажу а сайт называется вроде коды академии вот он самый первый высвечивается сейчас она вдумает вообще это классный сайт то есть вы выбираете какой язык вы хотите выучить то есть регистрируетесь регистрация бесплатная и вот выбираете что хочу я вас крипт вот и прямо у меня континью потому что я уже на нем сидел у вас будет старт и тут прямо по порядку с hello world заканчивая такими уже серьезными вещами как объектно ориентированное программирование кстати мы его тоже рассмотрим на вебинаре по драйверам вот ну в принципе это не один ресурс их много но я этим пользуюсь так идем дальше ссылка на задание где поискать задание я прикрепил к вебинару у вас должен в окошке с вебинаром там где микрофончики нарисованы пользователи которые меня слушают раздел материалов там файлик tasks .docx вот его качайте там задания несложные они для закрепления материалов причем рекомендую за это сесть как можно раньше потому что из головы быстро вылетает незакрепленная информация а так пару заданий выполните и уже в голове много что останется так уже получается лучше с вебинаром понятнее как-то то ли от того что второй раз одно и то же вебинар прихожу то ли к этому склоняюсь лучше стала подача материала спасибо работаю так скидка 10% включается к цене для инсталляторов ну если я правильно понял нашего менеджера вот вам будет скидка 10% на любую девайс лицензию вот подробнее лучше у наших менеджеров спрашивать так идем дальше покажите где в настройках автооткрытия дебаггера сейчас покажу извиняюсь вот у нас редактор tools опции и вот прямо на вкладке эмулятор на первой вкладке последняя самая show log это эмулятор старт галочку поставьте и все у вас заработает вот так на 2.2 переходите у нас много плюшек интересных появилось вот например классная штука мне нравится я вообще программист больше системный и дизайн интерфейса не люблю и всегда была проблема красивый дизайн нарисовать сейчас у нас есть tools панел в 2.2 то есть мы выбираем стиль пока это iOS 8 и метро скоро android добавится но еще будут добавляться темы я вот хочу скажем в стиле iOS 8 выбираем элемент то есть это кнопочки color picker там левелы всякие и так далее и прямо рисуем у нас получается большая кнопка можно поменьше сделать но это не единственная фишка конечно посмотрите вкусности появилось много переход на 2.2 есть ли болячки при переходе ну я не заметил и кто тестировал тоже не заметил в принципе у нас он лежит в бета версии можете как бы эту скачать бета поставится отдельным файлом в случае чего если что-то будет не так то вы можете просто откатиться обратно то есть если вы сейчас работаете в 2 ну в версии 2.1.2 это у вас на ipad i2 control то 2.2 это i2 next ну и с редактором так же получается что в другом месте он немного лежит так 2.2 же бета ну да бета но это уже почти релиз так идем дальше кстати версия 2.2 на сайте только бета при установленных версиях 2.1 и 2.2 бета на одном компьютере в редакторе клавиши с регулировкой цвета ага спасибо что написали а сейчас я помечу это надо проверить спасибо что написали проверим тем дальше спасибо очень интересно было не за что приходить еще на другие вебинары когда будет вторая часть вебинара так это у нас то ли на сайте подробнее можно тоже у менеджеров узнать для меня это для самого пока сюрприз так плюс 1 плюс 1 спасибо спасибо не за что вторая часть 7 октября так но если больше вопросов по делу нет то всем спасибо за внимание пошел я домой жду на вебинаре всем спасибо читериде это классный продукт до свидания лайк ой и и и и и и и и